АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас, откровенно говоря, не самые лучшие времена у нас. Не нам одним тяжело, в общем-то, ситуация во многих регионах нелегкая с финансированием. Но, тем не менее, пока наша команда в этом году нас больше радует, чем огорчает. Все игры тяжело даются. В общем-то, наши футболисты, помимо мастерства, еще проявили во многих матчах волю к победе. И за счет этого, в общем-то, выцарапали те очки, которые позволяют нам находиться в лидирующей группе. Повестка Дня Совета открылась докладом президента ПФЛ Андрея Соколова о решениях, прошедших ранее конференции из полкома Российского Футбольного Союза. А в гости к представителям лиги пожаловали судьи. В том числе, новый исполняющий обязанности руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев. Совет ПФЛ выразил пожелание более эффективно подходить к вопросам назначения судей и инспекторов в определенных территориальных группах. Что непосредственно связано с дальнейшим развитием судейства в конкретных регионах и межрегиональных объединениях. Рассказывая об итогах регистрационного периода, интересную информацию предоставили аналитики ПФЛ. Всего клубы лиги заявили 1483 футболиста. 890 из них, то есть 60%, игроки не старше 23 лет. В сравнении с сезоном 2012-13 этот показатель вырос на 15%, а 559 футболистов, 38% от общего числа, доморощенные и местные игроки. Перед нами сейчас стоит задача растить местных воспитанников, то есть мы делаем упор сейчас на наших ребят из наших спортивных школ. Костяк нашей команды на 95% это местные воспитанники и всего лишь несколько человек это приезжие ребята. Поэтому радует, что мы идем в верхние турнирные таблицы. Пока на сегодняшний день все по плану. В завершении заседания Андрей Соколов познакомил членов совета с основными тезисами проекта «Общенациональная стратегия развития футбола в России до 2030 года». В дальнейшем клубы смогут внести в него свои предложения. Родился я в городе Герой Москва. Семья у меня спортивная, у меня отец играл в футбол на высоком уровне, мама играла в волейбол, брат пошел по стопам отца и меня подтянул. Брат играл в футбол тоже на высоком уровне. Правда отец был защитником и брат стал защитником. Я тоже изначально начинал в поле, но потом меня переместили в рамку, где я до сих пор играю. Ну, как в детстве, как бывает, что-то может быть. Вот я как помню, был момент в игре, там что-то не пошло, и я сидел на лавке, и брат крикнул с трибуны «Вставай в ворота». Я встал в ворота, и с этого момента мы, я помню, проигрывали 3-0, и как я встал в ворота, начал играть, и мы победили команду 5-3. Ну вот с того момента я играю в воротах. Мне здесь очень понравилось. Изначально хотел сюда ехать, хотя у меня был один вариант остаться в Москве, тоже в хорошей команде, но я предпочел перейти в эту команду. Заинтересованность руководства и вообще большие задачи. Очень много хорошего мне рассказывали и про город, и когда я здесь вновь очутился. Последний раз я здесь был 10 лет назад, здесь, конечно, очень много всего поменялось. Но мне здесь очень понравилось прямо с первого дня, я не лукавлю, это на самом деле так. Ничуть не жалею, что я здесь оказался. Хотя сначала я не играл, из-за этого очень сильно злился и переживал. Но все равно, даже когда мне не было настроения из-за того, что не играю, все равно как-то перекрывало то, что я нахожусь в этом городе. Здесь все очень здорово, и вообще в команде все очень на высоком уровне. Пока прям таких сейвов не было, оборона играет надежно, за это им, конечно, большое спасибо. Но такого прям, ну вот когда играем на ноль, тогда, конечно, доволен, когда пропускаем, очень недоволен. Конкуренция сильная, на отношениях вообще никак не сказывается, что, конечно, меня удивило, потому что в разных командах бывает по-разному. И у меня тоже такое в карьере было, когда конкуренция сказывалась очень сильно на отношениях между конкурентами. Но здесь такого нет, и это хорошо. Стараемся это сохранить. Приходите на футбол, мы будем стараться вас радовать. Болельщиков, конечно, пока мало, но я думаю, с каждой победой их будет все больше и больше. Приходите на футбол. 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 Субтитры подогнал «Симон»